Всем привет, с вами Тома и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. Седьмой сезон. Обнадеживающая новость касаемо 12 и 13 серий седьмого сезона о Дискорде и Футерша и родителях Applejack соответственно. Австралийский телеканал FoxTales собирается показать эти эпизоды 20 и 21 июня, так что у нас еще есть шанс увидеть данные истории до перерыва в сезоне. Пони Ферма от Геймлофт. В группе Фейсбука по игре разработчики поздравили с 25 обновлениями, которые они для нас подготовили за это время. Пообещали много интересного впереди и даже опубликовали новый код на 20 камней. Ну а если данных камушков вам мало, то вы можете самостоятельно заработать на дополнительные с помощью приложения для телефонов и планшетов PFI мобильный заработок. PFI платит своим пользователям за установку приложений из App Store или Google Play от 5 до 150 рублей. Сработанную денежку можно перевести на электронные кошельки или пополнить баланс телефона, чтобы потом, например, оплатить камни или поняшку в игре. Ссылка на установку приложения в описании видео. А по промокоду Томо можно сразу получить 50 монеток. Новости игрушек. Появилось первое промо-фото двух маленьких сторипаков из пятой волны Friendship из Magic Collection. Один с фигурками Tempus Shadow и Grabber, и второй с Pinkie Pie и аксессуарами. На западе они должны выйти во второй половине лета. Напоминаю, что в пятую волну также входят два больших сторипака и плейсет с контролодским замком. Тем временем в Сингапуре уже появилась 21-я волна блайндбэгов, которая должна идти как сопровождение упомянутых коллекционных сетов. Темой волны стал Friendship Festival, тот самый праздник, с которого должен начаться My Little Pony The Movie. Из особо интересных персонажей стоит отметить Сесси Сэдлс, Мунтенсер, Трендер Хуфа, Свен Галлопа и Королевского Стража. Также в Сингапуре замечены новые именицы по спешелам этого года. Через месяцок все это должно добраться до Штатов, ну а до нас ориентировочно к концу лета, хотя вполне может быть раньше или позже. В преддверии ажиотажа вокруг пони-игрушек, вызванных выходом Мувика, Хасбро решили попробовать бороться с массовыми подделками, специальными серебристыми наклейками-переливашками, которые должны означать подлинность игрушек. Учитывая, что фильм может действительно привлечь новых людей, которые не следили за игрушками ранее и могут не отличить оригиналы от подделок, шаг вполне оправданный. Посмотрим, насколько он будет эффективным. Компания Disguise, которая специализируется на карнавальных костюмах, опубликовала пони-коллекцию этого года. Среди моделей есть костюмы Tempest Shadow и Принцессы Skystar. Остальная часть линейки состоит из различных образов Twilight Sparkle, Rainbow Dash и Pinkie Pie. Костюмы всех трех персонажей есть для разных возрастных категорий. На просторах сети нашлись фотографии симпатичной текстильной продукции с поняшками из Мувика. Производитель, увы, неизвестен. И бонусом пара фотографий пони-вкусняшек от фирмы Valcor. Новинки в магазинах. Не прошло и месяца с выхода в России обновленной журнальной версии Rainbow Dash, как в киосках появился новый седьмой номер журнала за этот год, в комплекте с очень летней рарити в солнечных очках. Мы вновь поравнялись с выходом фигурок в Европе, но сам номер опять не тематический. Обзор фигурки и журнала можно найти в отдельном видео на канале, ссылка будет в описании. Фанатские пони-игры. Вышла третья демка игры Daydreaming Derpy. На этот раз Derpy будет помогать Apple Bloom. Игроков ждут новые зоны в реальном мире и мире снов, два новых костюма и техники боя и прочее. Скачать обновления можно на страничке проекта, ссылка будет в описании. Также новым контентом может похвастаться 2D проект Fallout Equestria. Нововведений достаточно много, знакомиться с ними можно в посте на табунец, ссылка вас ждет в описании. Пони-книги. Сразу две любопытных книги вышли на Западе. Второй том гайдбука Elements of Harmony и Equestria Girls Magic Magic Everywhere. Также появилась обложка книги My Little Pony Where Equestria Comes to Life. Это издание будет примечательной совместимостью с приложением для планшетов и телефонов, которое перенесет героев книги в дополненную реальность. Заявлено 9 анимаций. И обложка небольшой книжки для самых маленьких Twilight Sparkle Best Aunt Ever. Дата выхода 29 августа. Официальные комиксы. В печать ушел пятый том перевода официальных комиксов от фабрики комиксов. Заказывать экземпляры уже можно на сайте издательства, ссылка будет в описании. Вышло превью 55-го выпуска основной линейки комиксов. Внезапно в нем присутствуют родители Rainbow Dash. В превью, как обычно, три странички. И последняя интересная заметка на BookCon 2017 издательства IDW показала целиком классную иллюстрацию, которую они подготовили для обложек приквелов пони-фильма. Ее фрагменты мы уже видели на анонсированных комиксах, но здорово увидеть и целостный арт. Это все пони-новости, о которых я хотела рассказать. До встречи на следующей неделе. С вами была Тома. Пока!